Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» на минувшей неделе встречал участников соревнований по ездовому спорту. Главными действующими лицами выступили не только спортсмены, но и их питомцы. Подробности в нашем материале. На минувшей неделе спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» впервые в нашем городе встречал участников соревнований по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Драйланд Спарта-2017». Более 80 участников из городов Российской Федерации – Екатеринбурга, Самары, Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Бугульмы, Альметьевска и многих других – разыграли 16 комплектов наград в 10 дисциплинах. Ездовой спорт – это состязание погонщиков собачьих упряжек на скорость и продолжительность дистанции. Если первоначально в таких гонках использовались запряженные сани и лыжи, то сегодня также используют скутеры, карты, велосипеды, что позволяет проводить соревнования в бесснежный сезон. «Трасса, конечно, скользкая, пошел дождь, я весь, как видите, в грязи, упал три раза. На финише, конечно, получилось немного эпично. Я прокатился прямо на пятой точке и прямо до финиша». Нужно отдать должное участникам соревнований. Погода выдалась далеко не самая благоприятная. Но даже промозглый дождь, ветер, в итоге промокшие насквозь одежда не остановили и ничуть не испортили настроение и впечатление от гонки. «Должен мне по жизни помогать на соревнованиях. Так как я сам мастер спорта по биатлону, помимо этого мастер спорта по легкой атлетике, мастер спорта, когда на чемпионате России я выполнял, такая же дождливая погода была и такой же номер тренинадцатый. Вот этим стартовым номером я выполнил разряд мастера спорта России по биатлону. Поэтому и в такую же дождливую погоду. Поэтому мне по жизни везет». Одной из самых ярких стала команда из города Магнитогорск, которая довольно-таки часто принимает участие в организуемых в Республике Башкортостан соревнованиях. «До года я просто с ней, ну как бы нянчиц воспитывал, а после года я уже стал тренироваться с ней. То есть появился интерес, появились единомышленники. Мы собираем сборные упряжки, нарты, там упряжка из двух собак. В следующем году хотим и четверку сделать, и если попробовать шестерку собак сборную. И также у вас участвуют соревнования». Если погода для одних участников стала не самой хорошей, то другие, как оказалось, наоборот. Только рады тому, что не пришлось преодолевать дистанцию в жару и солнце. «Это лучше. Чем прохладнее, освежающе, тем легче собаке бежать. 30 градусов, например, жара – это, наоборот, будет помеха собаке и человеку. Оптимальные температуры – это 18-16 градусов. Они, наоборот, помогают и человеку быть в тонусе, и собаке». «Несмотря ни на что, а соревнование все-таки прошло успешно. Все, что задумано, было сделано. Награды нашли своих победителей. А заряд позитива настолько зашкаливал, что заставил забыть про дождь и мокрую одежду. И хочется надеяться, что новый для октябрьского вид спорта еще не один раз порадует жителей нашего города». «Умница! Ты молодец! Хорошая, хорошая Лада! Умничка, умничка!» «Омничка! Умничка!»